Приветствую всех зрителей канала Лёша Играет. Хочу закончить этот год ФФА сериалом по Beyond Earth. Всё-таки последние месяца полтора я только в Beyond Earth и играю. Сыграл уже очень много игр, все их записывал, но решил выбрать вот именно эту игру, где я играл за Палистралию, потому что здесь много, она такая разнообразная, то есть вы увидите и мирное развитие, и войну, и неожиданную развязку. То есть всё довольно необычно. Надеюсь, успею выложить до конца года, во всяком случае, примерно так у меня это всё запланировано, и уже в начале следующего года будет Цива. На этот раз мы играем в ФФА на пятерых, вот так собрались. Среди моих соперников уже знакомые вам Кецаль и Мастер, а также новички Камрад Гео и Тортл. Более камерная обстановка, но никак это на динамику игры не повлияло. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорбления участников. Если вы смотрите видео не в день выхода, то переходите по ссылке в правом верхнем углу, белая кнопочка с буквочкой «Ай». Там будет ссылка на весь плейлист, и можете посмотреть весь сериал полностью. Ну а на этом всё. Приятного вам просмотра. Ну, вроде вернулись. Да, безобразием. Да, тупо 30 ходов. Станно. Да, да. Никак не уменьшится. В описании, главное написано, что надо быть экономический путь для экономических развитых империй. Там, блин, как-то, может, там бак такой, не знаю, но это фига, конечно, не ускоряется никак. Так, вот теперь можно начинать строить ксенозаповедники и интеллектуальные основы. Ксенозаповедники и интеллектуальные основы. Ксенозаповедники и интеллектуальные основы. Продолжение следует... 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 к победе 28 ходов дима интеллектуальной основы мужа на энергет кучается зря брал что зря брал у меня я вообще играл с расчетом чтобы маяк и я упор делал на энергию все в развитии умения брал на энергию институты политические открывал на энергию здания страз открывать стоит оказал получается принципе если ты вот идешь на этот маяк на это все не нужно вообще пищу ноги легко накопить не делая на этот упор в развитии надо блок науку там что-либо по другому играть короче все насчет цветка вот там же надо то есть он всегда изначально пока у тебя здания не построены особые у него 30 ходов тоже как и маяка правильно я понимаю но я могу сказать что я вот только что построил на этот ход 5 ксенозаповедников типа которые должны были давать но ничего не изменилось все равно может быть на следующий ход посмотрим ну ты же стоишь своими около моего странные странные претензии не могу убрать но ты стоишь плотную это просто слишком толсто по моему ну я подошел вплотную стоять да если чё-то война начнется чтоб сразу напрячь тебя бы логично убирай все свои юниты из моих границ и я уберу оттуда ну окей где у меня юниты скажи мне где так между пимбелой и фрилендом ну это я только что туда поставил на следующий ход уберу и все вроде знает вроде не вижу ну конечно ну мало ли может я еще подводные лодки где не просто якобы плавал минут его цветка я уж не стал оставлять прямо вплотную тоже слишком толсто так оставлять там войну объявлять как-то я вот поставил вплотную просто если бы ты стоял вплотную я бы за один ход до конца строительства объявил бы войну чтобы ты мне ничего не мог сделать так то я окружил уже ладно отойдем давай занимай места забавно что получается что мастер на один ход и пишет так чушу все должно было быть по-другому да ладно а вот эти здания не зависит то есть получается неважно сколько у тебя городов сколько зданий они на равные доли до делятся то есть например допустим что ну вот смотришь и объясню допустим вот два игрока оба на цветок идут у одного 5 городов и другого 10 тот у которого 10 городов он за счет зданий может накрутить строительство цветка сделать более быстрым вот это мы не знаем там просто написано дается один балл за строительство этого но блин что это за балл к чему он относится я импер не без понятия да это надо выяснять как-то пока не понять может имеет смысл там то есть там там 5 городов поставил и все а потом даже не выгодно наоборот много городов ставить пусть тебе придется больше зданий построить чтобы вполне может быть я думаю игроку какого 5 городов я я я думаю что так и есть потому что это это что-то типа национального чуда то есть как чем больше городов тем больше тебе соответственно и надо всего сделать но а какая разница понимаешь у тебя что 5 городов да и у тебя в них строятся эти там ксенозаповедники за три хода предположим да что у тебя 10 городов и ты там поставил и построил за три хода эти ксенозаповедники в 10 городах или в 3 или в пяти городах так что я думаю что действительно зависит от количества городов стоимость но по-хорошему она как-то ну так слабо влияет а ты лишь купил имена ксенозаповедники или построил построил мать его тем более странно должен должно уменьшаться по идее классно будет если у меня уменьшится за счет его ксенозаповедников то было бабки гляни сейчас следующий ход 27 ходу не сильно изменилось на чушку странно вообще бред может надо именно во всех городах действительно построить когда вот прямо во всех будет ну ерунда какая-то получится закрыл промышленность но мне культура уже не нужна он города можно чтобы выросли блин и на вербовался армии хихат нас просто некуда делать интеллектуальная снова готова меня смс открыли не так ну всего вместо с рабочим а где это глянуть военных силах слева написано вижу забавно у меня всего снабжение обеспечено 112 используется 111 больше не для излишки количество юнитов я не не вижу тогда так я так понимаю что вот это используется я так понимаю графа используется да есть вообще число у меня 150 причем причем и у меня излишки минус 39 но я не вижу где-то сказать то есть мне можно ну как у китсала количество а можно то есть минус 39 написано где и на что это сказывается вообще не замечаю он устроится придет должен быть штраф производства нету нету я помню как был штраф производства вот в середине игры там в первой половине игры а сейчас его не видно так что тут ксенозаповедник теперь интеллектуальная основа ксенозаповедник интеллектуальная основа ксенозаповедник интеллектуальная основа ксенозаповедник интеллектуальная основа где интеллектуальная основа вот она да не можешь посмотреть сколько у тебя именно торговых юнитов караванов то есть да точно могу еще так ксенозаповедник все мы вроде сейчас будет во всех городах уже все построено у меня 20 караванных а где посмотрел 50 с чем-то двое на боевых лимитов 53 как где-то рассматриваешь что-то что посмотрел 7 грамм да я просто я стал 8 12 16 20 24 27 31 35 39 42 46 у меня ровно 50 она у нас на примерно получается фигаса 50 офигеть просто жизнь ты представишь пицца сколько пкачеваешь ну это и мимо нужно валить так это шумеешь городов больше чем у тебя кореец надо чтоб писал посчитал свое да вот интересу кукицала как я не помню считали просто я складывал смотрел сверху складываешь и все и по счастью дофига офигеть какая проблема вначале игры с ним Ну, у меня где-то 35, вот так вот. Все равно ощутимый переезд. Да, но это потому, что я как бы с Лешей соглашение заключил на это. А, ну, у меня тоже с Лешей соглашение на пути. Ну, в принципе, соглашение, блин, да, вообще. Вообще, видимо, подразумевается, что если играешь за Палистралью какую-нибудь, то обязательно нужно находить и союзника, и как-то с ним торговать, иначе просто логично всем агриться и выносить Палистралью. То же самое касается Китая, например, у них очень имбовое соглашение. С одним он может торговать, а другой может начать возникать. Что-то с ним торгуешь, типа, и начать тоже агриться. То есть вот эта дипломатия, она как-то, видимо, компенсирует то, что некоторые нации значительно сильнее, чем остальные. Что-то, не знаю, все равно, и так посчитать, пути вообще рулят просто. Такой буст к нему идет, что их... Ну, там, главное, что она очень много науки, да, вот из-за чего просто появляется. Да, там, там, и отжирать можно, производство бешеное можно втыкается, как бы. Да, 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 если еще, вообще, да, не знаю, помню, это прям самый крутой бонус. У тебя есть, Лёс, прежде, разрыва в этой игре, нет? Есть. А, я через пирожную, тогда вообще. Я обалдеть, я тут аном столько вкачиваю. Не, это вообще, ну, это самое мощное, мне кажется. Да, похоже на то. С бонусом всех спонсоров. Вообще никак не ускоряется. Я охренею. Мне кажется, надо посмотреть, когда будут построены, действительно, во всех городах ксенозаповедники и интеллектуальная основа. Да. То есть, ни на ход не ускорилось здесь. Не-а, не-а. Да, смотрю, да, все так же. А ты когда, Лёша, против компьютера играл, ты не следил за этим, за охотами? А я, по-моему, против компьютера в Rising Tide еще никогда цветком и не побеждал. Ну, то есть, не делал. Конечно. Компьютер слабенький, в общем, к сожалению, вообще. Да? Не, ну на последнем уровне сложности иногда бывает интересно. Ну, не знаю. Я вот играю, я просто, я знаю, что я выиграю. Вот это убивает просто. Не, вот на последнем уровне сложности я не всегда знаю, что я выиграю. Там вначале могут на тебя напасть со всех сторон, и все, например. У меня такого, я как-то избегал этого. Они просто, знаешь, в чем фишка? А там же они как-то, ну, комплексия как-то относится, по идее, исходя из своего развития. Из-за того, что у них бонусы огромные, они начинают всячески тебя унижать. Типа там, я один ем за ужином больше, чем за вашу нацию. Ну, ну, там обычно у меня ноль на страхе, но у меня очень быстро уважение набирало. Я вот несколько партий тогда максимально, слушайте, я уважение быстро набирал очень. И нормально так вруливал, как бы. Ну вот, все, тут интеллектуальная основа, и все на заповедник построен. Победа, да, они сразу все уделяют войну, и там, ну, к тому времени обычно армия есть. Можно, притом они, я отыграл в партии 3, наверное, и каждый раз они, ну, ты знаешь, они нападают в тот момент, когда ты, по-моему, построишь уже, да, да, построишь. Мы сразу все, ну, одно из чудес, там, врата, да, маякки. Да, а вот у меня, наоборот, у меня они нападали в начале, а вот когда я строил, просто пофиг, просто пофиг, построил. Да, ну, я погонял, я понял, что, ну, мне интерес просто потерял, потому что я понял, что я выигрывал. Я не все, я выигрывал цветком и вратами, как вообще без проблем. Я не все, я выигрывал цветком и вратами, как вообще без проблем. Я не все, я выигрывал цветком и вратами, как вообще без проблем. Я не все, я выигрывал цветком и вратами, как вообще без проблем. Один из двенадцать. Двенадцать городок. Двадцать шесть. Двадцать пять. Ну, тут тоже интеллектуальная основа построена. Двадцать четырех. Один из двумей. Я отходил на пару минут Еще вы не говорили, нет? Нет Тут где-то, видимо... Ай, неохота мне искать их гнезда Кстати, по поводу То, что есть всякие недоступные Для юнитов За льдами клетки На самом деле Есть же этот спутник такой Который перебрасывает Базовый транспортер, ты имеешь в виду? Да, да, вот можно с помощью него И забрасывать, собственно Да, ну идти бы ради этих клеток в этот спутник Ну, это другой вопрос Не хочешь, не иди Но попасть туда все-таки можно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Благодаря подсказкам вы можете увидеть, если быть точным! Так, давайте проверим! Интеллектуальная основа есть Интеллектуальная основа есть Ксенозаповедник есть Ксенозаповедник есть Ксенозаповедник есть Ксенозаповедник есть Ксенозаповедник есть Интеллектуальная основа Интеллектуальная основа строится в Магане, Ксенозаповедник ставка Продолжение следует... 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 А, вот еще в одном городе сейчас достраивается. Так, интеллектуальная основа, кстати, построена, 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 построена. Построена, блин, построена, построена, опять столица, опять столица, интеллектуальная основа, ксенозаповедник. Еще в одном городе нашлось, где недостроена интеллектуальная основа, единственный город, а у всех остальных все, все сделано. Сейчас следующим ходом должна она построиться, если ничего не произойдет... Посмотрели уж сколько мне ходов до победы? Пять ходов. Знаешь, в чем фишка, судя по всему? Это нужно строить до завершения постройки цветка, и только тогда это работает. А если ты заканчиваешь цветок до того, как у тебя не построено, то они не сумеют. Я понял, то есть это... Только такое вот нужно строить. Отлично. Пять баллов. Офигеть, вот это чушь. Ну, я понял. Так, а почему это нигде не написано об этом? Написано, построите цветок, а потом написано, строите здание, чтобы они улучшали. Класс. Слушай, Кицаль, а может быть и с маяком так же? То есть перед тем, как ты его активируешь, надо, чтобы у тебя в ход как можно больше энергии шло? Ну, откуда же я это знаю? Не, я думаю, что нет. Потому что... Ну, а как там? Просто логика в том, что видишь, ты тратишь тысячи энергий единовременно. Не, я понимаю, но там же еще на его поддержание у тебя энергия тратится, которая плюсуется. Вся она уходит на поддержание. Может быть, в момент активации, чем больше у тебя... Ну, там, допустим, если у тебя плюс 100 энергии, там 30 ходов. Если у тебя плюс 500 энергии, то там 22 хода. Ну, вообще-то так было бы логично. Но, к сожалению, я вообще ни разу не видел. То есть, получается, наверное, надо было переключиться на энергию, видимо, надо. Да, он и запоминает это значение, и все, и тупо его использует. Какой был момент активации, наверное. Да, по идее, так, наверное. Ну, потому что с цветком, если это так работает, наверное, маяк. Не, мне кажется, что это просто баг какой-то. То, что не сокращают входы, по идее, это вообще не логий. Не, ну, блин. Странно, ну, это 5 ходов, это вообще жесть. Да, я просто вспоминаю первую игру, которую мы играли, Леш, помнишь, вот самую первую? Там тоже ты построил самый первый цветок, и у тебя там тоже было очень много ходов. Я потом построил после тебя, у меня было 15, хотя у меня где-то в половине только городов было построено. Вот я предположил, что, типа, нужно заранее строить эти штуки. Ну, вот это самая быстрая победа, это жесть. Не, ну, 5, это вообще какой-то, почему 5 ходов? Почему не, у меня, ты знаешь, сколько у меня? У меня нет интеллектуальных основ в раз, два, три, четыре, в пяти годах. Я так понимаю, наверное, каждое здание это плюс один ход, раз плюс один балл написано. Ну, вот посчитай, сейчас у тебя есть 25, хотя я сомневаюсь, что у тебя 25. Сейчас, 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 секунду, я посчитаю, действительно. Да не может быть, у тебя 25 зданий, просто потому что у меня 20 городов. Не, подожди. По два здания на город, если считать. Ну, он же сказал, что у него интеллектуальных основ нет. Значит, у него... У меня они везде, они есть, но не везде. Сейчас посчитаю просто. Ты и заповедники тоже считай. Да, естественно, и заповедники, да, тоже. Сейчас я поставлю просто производство, у меня висит кучу. Значит, все-таки нифига, то есть, чем больше городов, тем быстрее ты цветком выгляжешь. Ну, не знаю, сейчас, так. Азарем Смитс сказал, что трейдер – это львов, тем быстрее. Да, ну, раз, два, три, четыре, сейчас, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Мастер, ну, тогда вы как бы вынуждены объявлять войну у Китсава, поэтому ты бы с ним в сотрудничество перейди. Я не успею вообще ничего сделать. В сотрудничество перейди. Секунду, секунду, я скажу, сколько у меня всего этих... Двенадцать, минус пять, это получается одиннадцать, одиннадцать умножить на два. Все, я сотрудник. Ну, слушайте, кстати, походу у меня реально где-то двадцать пять зданий. Ну, не двадцать пять зданий, а в смысле очков они добавляют. Где-то вот в этом районе. У меня где-то двенадцать, тринадцать просто зданий получается. Ну, вот, значит, каждое здание – это балл дополнительно. Да, 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 то есть получается, что действительно... Офигеть, так это можно за один ход его сделать, блин, жесть. Просто надо много городов иметь. Не, ну, это еще не точно, это надо еще уточнять, потому что, я не знаю, так. Не, ну, я думаю, да, а как по-другому? Не, ну, логично, что это как национальное чудо действует, но это и действует национальное чудо. Ну, что, понеслась? Ну, давай, удивляй, посмотрим, что будет. Как Адам Смит сказал, трейд – это жизнь, жизнь народа. Сейчас жесть начнется. Ну, какой-то дипломатический запрос. Во. Блин, я уж поиспугался, что у меня сейчас Леша баг будет, который у меня тогда был. По игре. Мне какой-то вылезла охрененькая эта. Блин, мне только пять ходов плыть к Кипсалю, к ближайшему городу, который я вижу. Продолжение следует... Продолжение следует... встретил сопротивление но атаковать мне там некого на этот раз лишь у меня небесных этим есть обалдеть не ну я считаю это подстава опять очередная ну блин ну что за хрень специально я эти здания не строил чтобы потом построить после цветка и получил вот такую хрень отлично нигде не написано в целопедии что их надо сначала строить нигде но и мне кажется это просто бак может поправить потом то что не добавляет эти очки поправил не уверен что поправит странно что ли кстати может у нас просто корявый перевод вот в чем дело и поэтому непонятно не ну смотри ну вот тут даже вот ты открываешь победы да вот открою победы первые исследовать трансгенику потом исследовать роевый интеллект потом исследовать нано роботы потом проект цветок разума а потом приготовьтесь к пробуждению планеты стройте интеллектуальные основы и ксенозаповедники чтобы ускорить этот процесс то есть считается что цветок разума начинает пробуждение планеты чтобы это пробуждение было быстрее стройте интеллектуальные основы все на заповеднике зашли меня с маяком также написано слово тоже блин я что-то помню что по моему меня вот как как-то я тоже так играл на по моему мне сокращались ходы когда я строил может реально глюк какой-то дуле тоже где-то вот ну без без дополнения когда я играл сокращались а а а а а а а а а ну да 22 года минуты конечно да и он не офигел честно когда уйдешь на 5 ходов на этот кофе грану 3 клетки радиус орбитального лазера а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По-хорошему это логично. Но то, что они после цветка не работают, это какая-то хрень. Да. Но мне что-то кажется, что это все-таки какой-то баг, не знаю. Продолжение следует... 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 вот так вот надо ходить ну у тебя просто все там стоит на этом все я закончил в победу с помощью цветка разума можно ускорить строя в своих городах интеллектуальной основы ксенозаповедники каждое построенное здание вносит вклад в готовность цветка мы считали себя непобедимыми мы пережившие самый тяжелый для земли час мы лишь собой сегодня были неправы в плане у меня заставки так сказано вы были неправы не там не заставки сказали вы классный чувак лучше всех за то что победил кто-то другой вы в этой игре были самые лучшие вот мне так сказали и сказали а мастер был неправ ну понятно все ясно поглядим повтор загрузим просто интересно как мы развивались да ну производство вход просто жесть конечно у лёши 2000 разве серьезно у меня примерно каждый город по 150 по 190 делал на наука интересно то же самое меч это кажется что вот в науке наверно караваны не считаются просто мне непонятно что вот это вот запустая последнюю ну вот как раз одну пятую где-то конца я уже к вам караваны не пускал просто а с чем связан такой жесткий рост вот где-то вот последней пятой части шестой а я закрыл науку в смысле ветку институт да там там вот это что снижает на сорок процентов от количества городов офигенно дает и плюс еще офигенно дает количество культуры которую получаете типа в науку тоже да 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 я через силу играл сейчас там где типа там еще хорошая штука есть который увеличивает количество очков совершенства которые получают получается за счет открытия технологий очень неплохая тема позволяет быстрее закрывать совершенство ну и плюс бесплатно ну ладно ребят спасибо вам за игру давай тебе спасибо ну вот я взял на пиццал ты в конце еще раз два два города каких-то поставили или ты накидан ставил дорогу я два города ставил еще на думал что мы еще типа будем играть военная мощь я думал что у меня много армии военная мощь 25000 военная мощь да смотри ну да как то а число направление развития это социальные политики или или гармония совершенства не это социальные политики как раз да гармонии совершенства тут не посмотришь как я понимаю да ты мне почти все я думал что хорошо а вы еще лучше развивались оказывается чем я не одну сми вроде все неплохо ну как всегда наука вход у меня немереная какая-то блин не все нормально полистралия хорошие это нация да очень мощь ну вот у меня если не воровство технологии этих науки я каждые три хода воровал там достаточно большое количество науки если к не это я просто вращение по конкуренту способность бонус мощно в принципе наверное вот американские бонусы полистралии бонус они самые мощные все-таки странно вот ты когда начал воевать с китайцем у него армии больше было чем у тебя где ты это видишь военная мощь вот посмотри там чуть-чуть видно что у него больше ну да ну примерно поровну у него просто не прокачано эти бы у него совершенство было очень низко не осенью или пупыли все ну и он явно не готов был к нападению более за 7 ходов все гранаттера ну видимо да все таки на науку это не работает эта штука потому что тогда у тебя было явно за 1000 науки если она работала на караваны здесь у меня энергии заход было больше всех остального так ну видимо почему энергия заход у меня ну под конец меня поднялось конечно вот это просто полистралия может до поры до времени с кем-то торговать а потом просто не торговать ни с кем то есть не дружить и все и запереться вот этим с вами внутренними караванами никто и ничего не сделает ну да очень мощная способность главное вот именно что за полистралию надо много городов иметь иначе у тебя просто караваны некуда будет посылать да так чем больше тем лучше вообще да и как раз идти наверно разумно в этот наук ну вот институт науки чтоб сокращалась прав сокращать я сначала там в промышленность пошел там неплохо не play там есть еще бонусы на караваны какие-то да надо точно да там а потом уже науку стал открывать очень удобно бушке и самого начала игры дофига науки было то есть ты мог пойти куда-то просто открыть вот и в голом матрицу вышла видел сразу почему у меня было дофига на за счет караванов там пусть но она не сразу было то есть она где-то не знаю с хода хотя 60 примерно ты вышел в голом матрицу которая блин открывается фиг знает сколько он ты довольно быстренько вышел то есть ты специально наверно да 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 она культуру сразу много дает и очень хорошо ее использовать потом институт эти все закрывать там ну ладно поздравляю с победой да спасибо давай до следующих я не знаю как это там в дуэльном турнире я у меня уже все закончилось в дуэльном турнире но у тебя походу третий раз подряд будет второе место стоишь абсолютно один в один столько же очков сколько у лидера но тут хоть понимаешь тут хоть не так обидно все-таки ты цезарю проиграл то есть такое да в тот раз я выиграл корпорейшн ну все до следующих перей мне вот честно говоря в последнее время больше все таки в бен торс нравится играть чем в целом да абсолютно я вот реально с большим удовольствием сейчас играю причем не надоедает вот уже сколько играют вторую перейти но но необычно по-другому надо только что-то с победами делать чтобы они ну блин окончательно было понятно что тут что происходит потому что это какой-то блин я думаю может на английскую версию почитать может там что-то иначе написано да счет память есть вариант следующий раз поставлю английскую ну все покеда давай пока